Привет, призраки! Это я, Гост, и добро пожаловать на новую часть подводного эксперимента в GTA 5! Сегодня я подготовил новые тачки, которым предстоит добраться до финиша прямо под водой! С каждой новой платформой глубина трассы будет становиться всё больше, и в конце на финише окажутся только самые подводные тачки! И давайте же познакомимся с нашими сегодняшними участниками, среди которых имеется ванна на колёсиках, мини-игрушечная Бугатти, Ламборгини из будущего, Тесла Кибертрак Суперкар, Молния Маквин, Турбогелик, есть даже вот такое колесо с бензопилами и, само собой, огромное Бугатти! В общем, ребята, сегодня будет просто безумнейший эксперимент, и в самом начале этого видоса давайте и мы с вами проведём наш личный эксперимент! Прямо сейчас! Все, кто поставит лайк под этим роликом за 5 секунд, получат себе в гараж в реальной жизни одну из этих тачек! Вот такой эксперимент, дружище! Давай посмотрим, получится это сделать или нет! Я засекаю время, а ты ставь лайк! Один, два, три, четыре и пять! Ну всё! Поздравляю всех, кто поставил лайкос под этим роликом! Возможно, когда-то у вас появится одна из этих машин, но кто не успел, ставьте прямо сейчас! И, конечно же, подписаться тоже не забудь, если вдруг не подписаны! Ну что ж, давайте будем уже приступать! Честно говоря, у меня просто разбегаются глаза! Сегодня так много крутых тачек! Ну давайте, например, начнём с этой маленькой Бугатти! Я вообще не представляю, как она будет справяться с этим экспериментом, потому что с каждой новой платформой глубина будет становиться всё больше! А это означает, что её затопит достаточно быстро! На нулевой платформе воды пока что нету! Проезжаем дальше! Первая платформа! Ё-моё! Я уже практически тону! Чё происходит? Так, надо как-то быстрее ехать! Давайте ускоряться! Погнали! Вау! Получается! Давай-давай! Шестая платформа! О, нет, ребята! Мы доплываем до седьмой платформы! А нет, мы до неё не доплываем! Мы останавливаемся на шестой! К сожалению, ребята, хватило совсем немного, но эта тачка всё равно для своего размера справляется очень хорошо! Кстати, в комментариях под каждым экспериментом я прошу вас проявить свою интуицию и попытаться угадать, какая тачка справится с экспериментом! Вот и сейчас, ребята, посмотрите на все эти машины! Как вы считаете, какая из них сможет оказаться на финише, минуя все уровни глубины? Лично я думаю, что это... Ну вы поняли, короче, как эта тачка не доедет, я вообще не представляю! Мне кажется, она просто даже не утонет! Она огромная, невероятно большая! Вот и вы, ребята, придумайте, какая из этих тачек сможет сегодня добраться до финиша! Ну а я предлагаю сейчас нам прокатиться вот на этой Формуле 1, тачка эта безумно быстрая, но, конечно же, как вы понимаете... Ооооу! А чё она так скользит? Ё-моё, так она вообще не предназначена для езды по такой поверхности! А как так-то? Ладно, хорошо, ребята, ускоряемся как можно больше! Давай-давай-давай-давай! Поехали! Блин! Чё происходит? Ооо, нет! Подожди! Я не... я не утонул! Я думал, что всё, тачке кирдык! Нет, она едет дальше! Давай-давай-давай, Формула-1! Перебирай свои маленькие колёсики, это они на седьмом уровне! Вы понимаете, ребята, что она проехала совсем немного дальше, чем предыдущая игрушечная Бугатти? Хе-хе-хе! Я, конечно, знал, что она утонет достаточно быстро, ну, точнее, догадывался! Но чтобы настолько, это, конечно, фиаско! Гранд Мобайл! Мобильная онлайн-игра, доступная на всех площадках Android и iOS! В ней ты можешь почувствовать себя кем угодно! Быть обычным рабочим, заниматься криминалом или встать на сторону закона! Выбор всегда за тобой! Лично мне Гранд Мобайл нравится за свою наполненность! В ней мне никогда не становится скучно, ведь всегда есть чем заняться! А огромный онлайн позволяет мне 24 на 7 попадать в интересные РП-ситуации! Кстати, на Гранд Мобайл очень часто выходят различные обновления! Например, недавно был добавлен новый пак крутого транспорта из реальной жизни, а также тюнинг для него! Еще на Гранд Мобайл постоянно проходят масштабные розыгрыши, вводятся интересные акции и проходят запоминающиеся игровые ивенты! Так что самое время и тебе присоединиться! Я играю на 19 сервере и для вас у меня есть подарок! Мой личный промокод ГОСТ позволит вам получить на самом старте гелик кучу бабла и вип-доступ на сервере! Ссылку на скачку я оставил в описании под этим видео! Увидимся уже в игре! Из числа всех сегодняшних тачек у нас есть явные фавориты! Ну, например, это огромная Ламборгини! Или же машина-ванная, которая наверняка сможет просто проплыть всю эту трассу! Ну и в числе наших фаворитов сегодня есть вот такая Тесла Кибертрак! Это электрокар! И как вы понимаете, ребята, электрокары лучше справляются с подобными экспериментами! Не знаю, почему, возможно, из-за того, что у них все электрическое, фиг его знает... Ам... Да ёпрс-сетэ! Чтобы вы понимали, ребята, я уже когда-то брал эту тачку на эксперимент, и она издавала точно такие же звуки и показывала вот эти искры! Что это, блин, значит? Почему она такая багована? Я не понимаю, ребята, как это работает, но пока что вроде эта тачка очень неплохо едет, доезжает до девятого уровня, но это не конец! Она поедет еще! Давай, давай, давай! Пока не сломалась! Отлично! Машина проезжает под водой! Да ну нафиг! Это какой уже уровень? Двенадцатый? Стоп, подожди! Я вообще не останавливаюсь! Скорости хватает еще прям так нормально! Она периодически пытается ускориться! Давай, давай, давай! До самого финиша! Ну! Оу! Все! Кажется, мы приехали! Ну, точнее, доплыли! Это последнее место, где мы можем остановиться! Дальше тачка не поплывет! И что это у нас получается за циферка? Пятнадцать! Ничего себе мы результат улучшили! Ребята, это было очень неплохо! Мы проплыли почти половину всей карты! Как я и говорил, электрокары это фавориты данного эксперимента! Но что вы скажете, например, вот про этот гигантский грузовик? Еще и с турбоускорителем! Мне кажется, эта штука реально способна проехать до конца! Сейчас мы в этом попробуем убедиться! Так, садимся и поехали! Капец, у нас там турбина какая стоит! Я попробую прицелиться прям максимально ровно! Ну, вот примерно вот так вот получается! И все, вперед! Давай, фура, гони! Так, хорошо, пока что вроде бы получается! И теперь самое время ускориться! Вау! Ё-моё! Я практически тесту сбил! Ааа, меня закрутило! Ё-моё, давай, давай, давай! Может еще немножко... О! Хватает мощности! Мы вылетаем с вами прямо на финишную прямую! И кажется, мы снова тонем! Я, пожалуйста... Нет! Ребят, мы с вами идеально справляемся с этим экспериментом! Единственное, что нас, конечно же, закрутило! Но такие огромные тачки, они также всегда показывают хорошие результаты! Хм! Интересно, кого же еще можно протестировать? Может быть, МакВина? Как думаете, ребята? Мне кажется, он не доедет до конца! Он достаточно маленький и плюсом к этому, ну, не совсем быстрый! Возможно, ему не хватит скорости! Хотя, ребята, мы с вами сейчас это все сами и проверим! Встаем вот сюда и поехали! Ох ты ж, капец! Подожди-ка, скорость прям нереальная! Ну нет, его подкидывает! О-о-о-о, магат! Ребята, вы посмотрите просто на этот результат! Кажется, дальше мы никуда не поплывем! Так, ты еще жив? О, смотри! И все! К сожалению, ребята, это только восьмая платформа! Как-то быстро МакВин выбывает из эксперимента! Кстати, у нас пропали куда-то глаза! Хе-хе-хе! МакВин! Подожди, это... Это что, все? Типа, реально машина сдохла или что? Я понять не могу! Хе-хе-хе! Выглядит, на самом деле, прям крипово как-то! Ладно, МакВин, я надеюсь, ты сейчас отдышишься у нас на воздухе и все с тобой нормально будет! О, я его только вытащил и глаза сразу же вернулись! Так что не переживайте, с МакВином все в порядке! Как-то подозрительно быстро мы сегодня проверяем все наши тачки! Остается уже не так много машин на самом деле! И вы знаете, я предлагаю протестировать еще одну машину с турбодвигателем! Это тачка Бэтмена! Мне кажется, что у нее тоже есть все шансы добраться до конца! Вы просто посмотрите, это самый настоящий космический корабль! Че тут внутри вообще? Офигеть, салон какой классный! И, кстати, у нас еще, по-моему, есть... У нас пулеметы есть! Офигеть просто! Так, ладно, ну, конечно, под воду они нам шибко не понадобятся, Поэтому будем с вами просто ехать прямо, используя наш турбодвигатель! Так, давай, тачка Бэтмена! Ускоряйся еще больше! Давай, 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 давай! Пожалуйста, держись! Так, и теперь нажимаем! Вау! Чего, блин? Куда я полетел? А! Что происходит? Так, тихо, держись! Держись, мы почти доехали! Что, блин, это было? О, нет, она сдохла! Капец! Ребята, вы посмотрите, докуда мы долетели! Это практически финиш! Я немного счетерил, да, я понимаю, я, конечно, улетел вверх, Я должен был под водой ехать, Но все равно, это такая особенность тачки, Если она умеет летать, то почему бы не пролететь? Но жалко, что мы не долетели всего лишь пару метров! Окей, теперь я понял, что турбодвигатель это реальный чит! И в следующий раз попробую взять побольше тачек с турбодвигателем! Ну, сейчас я предлагаю протестировать, например, вот эту ламборгини из будущего! Интересно, а она способна реально плавать под водой? Или, например, летать? Все-таки эта тачка из будущего, и наверняка у нее есть какие-то способности! Ох ты ж, е-мое! Какой салон? Ну, странный так-то! Ну, достаточно прикольно выглядит! Так, ну что ж, попробуем, как приедет эта ламборгини черепаха? Я не знаю, она просто какая-то очень большая! Ладно, поехали вперед! Проверим, насколько далеко она сможет! Поехать! Чего? Мы буксуем уже! Так, какого фига? Хе-хе-хе-хе! Восьмая платформа! Эм, ну, как бы, такой себе результат! На самом-то деле, тем более для такой большой, высокой тачки, я думал, будет все-таки получше! Но, к сожалению, ребята, придется нам с вами быстренько отсюда вылазить и ставить тачку на сушку! Блин, в начале этого эксперимента я почему-то был уверен, что быстрым тачкам будет намного проще! Но, оказывается, что все-таки скорость не совсем главный показатель! Давайте, чтобы в этом убедиться, мы попробуем взять вот такую Бугатти! Офигенно быструю! Очень крутую! Вы посмотрите, как классно она выглядит в том же салоне! Но здесь уже все более проработанное! И я думаю, что сейчас мы доплывем, ну, платформы до десятой, получается, да? Но если верить нашему сегодняшнему опыту, то, что скорость это не главное... Давайте, ребята, посмотрим! Поехали! Так, главное на него, что не ударится... Ой, вода уже... Ребята, вода просто капец, как нас заносит! Давай, давай, Бугатти! Ну, давай, еще немного! Еще чуть-чуть! Вау! Смотри, едем дальше! Давай, давай, Бугатти! Оп! Почти, хотел сказать, доехали до середины, но, к сожалению, останавливаемся! Что это такое у нас получается? Это у нас 12-я платформа! Ох, и нет, ребята, мы не на середине! К сожалению, результат оказался не таким крутым, каким бы мог быть, но все равно я ожидал худшего! Но мы с вами не расстраиваемся, потому что в нашей коллекции есть еще одна очень быстрая машина! Конечно же, это турбо-гелик! Ребята, это самый быстрый гелендваген в мире! Прям самый, можете мне поверить! А что, по салончику... Ой, а что, ничего не видно! Просто все затонированное! Ну, салон, конечно, прикольный! Ладно, давайте покажу вам, ребята, как он у нас едет! Вот, смотрите! Вот такой разгон у этой штуки! Это пипец! И управляется! Вы видите, как он? Он просто нереально заворачивает! Короче, я не знаю, это самый быстрый гелик, на котором я когда-либо катался! Так, ну что ж, поехали! Будем с вами, ребята, как-то аккуратненько гнать! Потому что все-таки я могу удариться в какое-нибудь ограждение! Как сейчас, прям, да, как сейчас! Нет! Ну, нет! Он потух! Гелик потух, ребята, и все, сломался! Да, все-таки у таких быстрых тачек есть одно очень неприятное свойство! Они ударяются как будто об воду, вы знаете, их начинают заносить из-за этого! Они едут нестабильно и просто теряют управляемость! Потом где-то застревают! Короче, это максимально неудобно! Хотя бы вот у электрокаров есть возможность доехать как можно дальше, потому что они не тонут так быстро, как, например, вот та Тесла Кибертрак Супер! Она проехала неплохо! Но гелик показал результат уже хуже! И, наконец, у нас с вами остается подводная тройка! Конечно же, это ванна на колесиках! Это огромное колесо с пилами! И, само собой, Ламборгини на огромных колесах! Я предлагаю для начала протестировать вот эту маленькую ванную! Я думаю, что она доплывет, ребята! Ну, в самом деле, это все-таки ванная! Как она может не доплыть? Плюсом к этому очень быстрая! Жесть! Так, мне бы как-нибудь сейчас аккуратно стартануть! Вот так вот, например... А-а-а! Хо-хо-хо! Что за разгон? Ничего меня подкидывает! А я сейчас... О! Нет! Стой! Стой! Пожалуйста, прямо выровнись! Так, ванная... Ванная, ты как-нибудь... Ты поедешь? Стой! Стой как! Ребята, она не едет! Смотрите, она что-то пробует дергаться! Я не знаю, видно вам или нет под водой, но я нажимаю вперед-назад, камеру как-то немного дергает, но она никуда не плывет! Я ошибался с самого начала этого видоса, это был один из моих фаворитов, но он просто не справляется с этим экспериментом! Печально-печально... Блин, такими темпами у нас не останется тачи, которые доедут до конца! У нас всего один победитель на данный момент, а машин осталось всего две! Ох, окей, предлагаю протестировать огромное колесо с пилами! Ну хотя бы оно-то точно должно будет проехать! Ой, ничего себе! Какое оно странное! Так, ладно, хорошо, ребята! Нормально как-нибудь прицеливаемся, поехали! Ой-ой-ой, как оно едет! Странно, оно буксует! Но подожди! Начинает разгоняться! Так, хорошо! Хорошо, вода не помеха, будем развязать ее нашими пилами! Давай! Вау! Офигеть! Мы просто с вами пролетаем куда-то почти на финиш! Нас перевернуло! Каким образом? А-а-а! Что? Подожди, я дальше еду? Нет, я остановился, все! Ох, ребята, если бы нас не перевернуло, я думаю, мы бы доехали до конца! Эта штука максимально неустойчивая! Как только вода подступила со всех сторон, сразу же мы перевернулись! Но вы заметили, что мы практически не ушли под воду даже, пока ехали! А тут уже была приличная глубина, то есть все это время это колесо просто ехало над водой! Кажется, бензопилы все-таки крутая штука, и благодаря им мы добрались практически до финиша! И, наконец, настало время отца всех Ламборгини! Это самая большая Ламборгини, которую вы только могли себе представить! Посмотрите на размер этих колес, это реально жесть! Ну что ж, посмотрим, как она у нас справится с этим экспериментом! Там... Так, стоп, это... Ха-ха-ха-ха! Ребят, это прикол! Чтобы вы понимали, размеры этой тачки даже больше, чем размеры трассы! Это... Это что получается? Я смогу просто проехать? Так, нет... Нет, держись! Ламба! А-а-а! Да ну нафиг! Выезжай из воды! Ламба! Ламба, давай! Что происходит? Так, ребят! Я выехал! Я выехал! Так, подожди-ка, я вроде как удержался! Интересно, получится ли еще раз проехать? Я не знаю, как это сделать аккуратно, но в теории, ребята, это возможно! То есть, если мы будем ехать прям как-то... Как-то очень аккуратно! Нет, опять! Да ну нафиг! Хе-хе-хе-хе! Ребята, Ламба просто падает с трассы! Она, к сожалению, не удержалась! И она утонула! Она утонула! Вы посмотрите, я не могу ехать! Все! А-ха-ха! Она заглохла, она утонула! Я даже не могу посмотреть первое лицо, потому что, ну, она сломана! А-а-а-м... Ребят, ну, что я могу сказать? Первая платформа? Чего? По итогам этого непредсказуемого эксперимента, единственное первое место занимает фура! С огромным тараном и с турбодвигателем! Второе место достается Бэтмобилю! Третье огромному колесу с пилами! Четвертое забирает Тесла Кибердраг Спорткар! На пятом месте Турбогелик! На шестом Бугатти болит! Седьмое место почти разделили Молния Маквин и Ламборгини из будущего! Восьмое место забирает Формула-1! Девятое – игрушечная Бугатти! И я не верю, что это говорю, но последнее место забирает самая большая Ламборгини в мире! Это просто пипец! Результаты получились максимально непредсказуемыми! И я поздравляю всех, кто угадал, что вот эта тачка доедет до финиша! Да-да, я не знаю, как вы это сделали, но это было невероятно! Ну что ж, ребята, я надеюсь, что это видео вам понравилось! Обязательно поставьте под ним лайкосик прямо сейчас, если вдруг вы этого не сделали! Чтобы одна из этих крутых тачек досталась вам в коллекцию в реальной жизни! И обязательно подпишитесь на канал, а также на мой телеграм-канал, ссылка находится в описании под этим видосом! Ну что ж, всем огромное спасибо за просмотр! Жду вас уже скоро на новом видосе! Всем пока!